Трасса комплекса «Алмаз» хорошо знакома всем любителям лыжного спорта. Именно здесь проходят тренировки и у профессионалов. Именно здесь ежегодно проводят главный рязанский марафон. Дистанция состоит из четырех кругов по 12,5 километров. Трасса, скажем так, умеренной сложности. Трассы подготовлены специальной машиной, ретраком. Трассы очень плотные, трассы очень широкие, ширина менее 10 метров нигде нет. 10, 15, а то и 20 метров. Температура самая подходящая. Минус 6 градусов по Цельсию. Правда, всю ночь до этого шел снег. Он не прекратился и к началу гонки. Атмосферы добавлял пронзительный ветер. Но это было даже не минусом, а плюсом. Для проверки своих сил лучше условий не придумаешь. Сложно то, что погодные условия сегодня такие. Скорость будет не такая высокая. И будет тяжело, в общем, сегодня бежать, соревноваться. Готовы к старту? Да, всегда готовы. На что рассчитываете? На какие результаты в сегодняшней гонке? Ну, на самые высшие. Будем стараться бороться со всеми. В топ-6, если заеду, будет все хорошо. Буду рад. 50-километровый марафон по праву называют королевским видом. Это серьезная дистанция даже для подготовленных спортсменов. Но свою задачу Сергей Андреев даже перевыполнил. Серебро на этой дистанции с золотым отливом. Тем более, что выдержать темп гонки удалось далеко не всем. Сошел, наверное, потому что не готовился, мало катаюсь, на самом деле, только в свободное от работы время. Не хватило немножко сил, почувствовал себя неуверенно, что еще два круга я не проеду все-таки так вот. Ну и решил сойти, больше по состоянию здоровья, да. А так вообще можно было проехать, на следующий год думаю, что получится. Вчера у нас была единственная возможность потренироваться, редкая, и перетренировались. Проехали достаточно много, устали, и, соответственно, сегодня боль в мышцах непривычная вот эта. И, наверное, тоже сказалось на том, что пришлось сойти. Среди 180 участников представители Рязанской, Московской, Свердловской, Ленинградской и Тульской областей. 50 километров, конечно, главная гонка дня, но это все-таки для суровых профи. У любителей была своя щадящая дистанция – 10 километров. И вот на эту гонку заявились даже те, кто на лыжи встал только этой зимой. Побыстрее хотел цифру 10 увидеть. Это значит финишный километр. Устали сильно? Ну, нормально. Я думаю, еще километра два пробежал. А еще будете участвовать в соревнованиях? Да, обязательно. Уже персональные тренировки взял, так что буду. Еще увидимся, только уже я буду выше по месту. Женщины мужчинам решили ни в чем не уступать и на дистанции выглядели вполне достойно. Екатерина из Москвы на Алмазе не первый раз, но раньше приезжала только в качестве зрителя. Сегодня же твердо решила оказаться в эпицентре событий. Все чувства отлично, бодро, счастливо, здорово. Вы давно на лыжах? Нет, я вообще только в школе каталась, ну и потом еще на даче с родителями. Как решились на 10 километров, да еще и на соревнованиях? Ну, вы знаете, мы сюда уже третий год приезжаем в команде омбудсмена на соревнования по биатлону. И когда Сергей Колесников написал про Лыжнюла Россию, кто-то предложил. Я думаю, ну поеду, ну соревноваться не буду, но прокачусь. Тем временем участники марафона преодолевают подъем за подъемом, уходят из поля зрения на участок в лесу и вновь появляются на горизонте. Спустя два с небольшим часа на финишную прямую буквально вылетает тройка лидеров. Короткая борьба в створе и перед нами победители. Результатом доволен, в принципе не ожидал, хотел бороться за 6, за 6 топ-6. Получилось попасть в тройку, в принципе доволен и рад. Ну и понравилось, как у меня сегодня начали лыжи работать со второго круга. То есть третий и четвертый круг, лыжи работали хорошо, я этим был очень рад. Ну а так мы менялись, убежали от тех и менялись. В принципе четвертый круг был, мы ехали спокойно. Ну и вот последний подъем, начали разбираться. Сергей Андреев уступил лидеру гонки всего 2 секунды. Победу в борьбе одержал 25-летний рязанский лыжник. Его результат 2 часа 14 минут 18 секунд. Причем триумфатор Андрей Олипкин по его собственным словам лишь набирает форму. Но выглядел по ходу гонки так, будто и не было у него пятилетнего перерыва. Думал, настраивался на победу, ну а тут уже как выйдет. Я немножко хотел по дистанции, немножко разорвать пилотон, попробовать убежать, но ветер. Так что первым не очень, поэтому решил оставить все на финиш и финишный рывок. Выдал что есть и победил. По признанию спортсмена помогли родные стены. На этой трассе проходят основные тренировки Андрея. Уже в начале февраля он выступит за Рязань на чемпионате Центрального федерального округа. Третьим на пьедестале среди мужчин стал Никита Хабаров из Ярославской области. У женщин все призы забрали гости. Первая – Лали Кварацхелия из Свердловской области с результатом 2 часа 36 минут 57 секунд. Мария Жилина из Московской области уступила ей почти 11 минут. Ирина Савельева из Ивановской области еще 6. И ни один из призеров не остался без призов. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».